Добрый день, дорогие друзья! Вот таковы ночные волки и остальные наши дружеские клубы просто люди, которые едут с нами на машинах безумно рады оказаться на вашей словацкой земле в столице, в городе Братиславов И кроме слов благодарности честно говоря, в голову ничего не приходит вообще всем словакам всем русским Словакии всем людям, которые действительно от души делают эту работу вместе с нами которые сейчас просто необходимы, это очень мягко скажу сейчас огромные силы направляются Западом на переписывание нашей общей истории наша общая история является, пожалуй последним оплотом и скрепом нашей славянской дружбы славянского братства потому что подвиг, который совершили наши деды и прадеды которые добыли нам этот мир его, конечно, переоценить точно невозможно то есть действительно люди молодые люди отдавали за будущее, за свободу самое дорогое, свою жизнь делая шаг в вечность и фактически русскому человеку советскому человеку в этой истории досталась такая мессианская роль самое большое количество человек, который потерял потеряла Россия, Русь безусловно, это были лучшие цены отечественных раз-раз вот, и поэтому мы просто обязаны делать такие акции, как Дороги Победы напоминать миру о тех страшных событиях и самое главное о тех уроках истории, которые еще раз всех поздравляю с наступающим Днем Победы праздником этим действительно прекрасным праздником и желаю вам всем мира хорошей погоды и да, и хочу сейчас предоставить слово нашему уже ну, я не знаю то есть само Министерство иностранных дел уже для нас не Министерство а просто какая-то очень близкая такая дружеская организация которая с нами это делает вместе и Алексей Леонидович Федотов посол России в Словакии наш уже поистине старый, добрый и один из лучших наших друзей просим спасибо спасибо, дорогие друзья давний, но не старый дорогие друзья добрый день день несмотря на такую погоду добрый я вам скажу когда мы находимся здесь на Славине и говорим о подвиге солдат которых мы сегодня здесь вспоминаем отдаем дань уважения понимаем что у них был не только дождь атмосферный но у них еще был свинцовый дождь и город осколков те ребята которые положили жизни свои за нашу свободу за наши жизни которые остались живы пройдя через эти испытания сейчас уже ветераны они конечно достойны самой высокой памяти и уважения я хочу поблагодарить наших друзей из ночных волков их друзей из Белоруссии из Казахстана которые участвуют в этом пробеге дороги Победы из Италии Чехии Словакии Польши Румынии Германии то есть 8 стран приехали на мотоциклах я вижу здесь украинские флаги воспринимают тоже это как форма участия поддержки в этом проекте это очень важно это очень важно потому что все мы понимаем прекрасно что то что сделали наши предки то что сделали те люди которые здесь лежат это тот фундамент благодаря которому каждый из нас может высказать свое мнение с флагом своей страны прийти туда куда хочет и все мы живы благодаря тем кто отдал свои жизни там были русские и украинцы и белорусы и казахи и молдаване и кавказские республики и средняя Азия были все была мощная антигитлеровская коалиция был первый ческо-словацкий армейский корпус с чехами и словаками были румынские подразделения были словацкие партизаны вот поэтому сегодня когда мы друг друга поздравляем с наступающим праздником мы должны понимать что безусловно мы всем обязаны это первое с другой стороны мы с вами видим что возникают такие гражданские инициативы как бессмертный полк в прошлом году бессмертный полк прекрасные инициативы гражданства он проходил в 62 странах приняли участие 10 миллионов во всех этих странах в этом году ожидается в несколько раз больше чем это инициативы гражданские мы знаем прекрасную инициативу это волонтеры победы они есть и в России здесь есть и в Словакии в Банской Быстровице это ребята которые просто организовались с тем чтобы пойти и помочь наводить порядок на воинских захоронениях в памятных местах где находятся и останки воинов в том числе и красноармейцев и чехов и слова это очень важные движения я вам скажу все эти движения так же как вот эти дороги победы проект они направлены безусловно на сохранение памяти сохранение памяти о павших о тех событиях но мы должны понимать что сейчас на фоне того что происходит вокруг память нужно не только сохранять но ее уже нужно защищать и оборонять память тех кто погиб поскольку видим попытки фальсификации истории не происходит во многих местах мы видим как издеваются над памятниками памятниками и красноармейцам и не только красноармейцам в ряде стран на могилах безобразничают мы видим как обижают ветеранов второй мировой войны великой отечественной войны в некоторых странах мы видим как совершаются акты насилия над журналистами которые отстаивают и сохраняют правду доносят ее до людей поэтому я думаю что одна из наших общих задач это безусловно защищать эту память причем вести себя не менее настойчиво чем те кто воевали когда боролись с германским фашизмом я вам скажу вот эти проявления которых я сказал это проявление и неонацизма и реваншизма это вещь очень опасная и очень заразная поэтому я хочу вас всех поблагодарить за то что приняли участие в этом проекте сегодня пришли сюда несмотря на эту погоду я считаю что чувство благодарности это то чувство которое человека делает человеком и я думаю что мы все должны вместе взявшись за руку делать общее дело которое делает нас ближе друг к другу и наши народы делают более дружественными более едиными во многих самых добрых делах и начинаниях так что спасибо всем и всех с праздником так что мы мы с вами сртичный поздрав под нашу президента и хирурга а вшетки нощих локов ассия за то ако нас подреживаете а что не допустите а вы история кторая 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 никуда не за них тряску за цезды о кторую с вами начали в Москве вам поверь мой брат ческого отделения Европа дякую дякую братиславови дякую я рад что я с тобой что мы дошли в порядке мил я и летос ту честь проехать цесту витязствия цесту с Москвы кторая началась 26. губна от Паклона и Горы от памятника витязствия на том месте наш президент хирург предал влейку влейку витязствия кторая символом освобознение целого света от зла фашизма уже нечто víце чем 74 лет 30. губна влейка завлала над будову рижске смену на дуку с того что вода армада фашистистик непрятеля допроводила зпатки до Немец губна фашизма витязствия кторую несеме кторую несеме аж до Брдина а вериме что с едноти людей кторые поткаваме на цестах былся можна споткат влачные ветерами в Русску старые люди кторые си там ващи а ктось уже тьма немогли дики своему здравотнему ставу прийти поздравить хуцкит хробы свих сполубојовників прото нас просили ај то удјаме за ни ај се поклоніме у хробуј тих војаків ктојі је уже зпатки до власті неврати велка влајка велка властенецкава влајка мја обровске мнојстви објеті је то просто нескитечна одповідност а чест про нас що несеме тенту люди просто с какойто фантастической силой вы прекрасно знаете все что сейчас там происходит в Польше это наверно там самый высокий градус накал самый высокий русофобии и всякие вот такие вещи как там памятники демонтируют еще что-то то есть вот и при этом парни находят в себе какие-то внутренние силы чтобы это делать Дарик Качмарчик Добрый день дорогие дружија не знаю лучше по-ползски или по-русски по-ползску 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 więc мои дружи пријције закохаем се в Словациј то ест найпинкнейши една з найпинкнейших крајј, в яких видяем пинкне гури вспаняли люди и з тегу теж поводу тут до вас пријзжаме з поводу нашей спулной великей истории огромной истории славяњских народов jesteśmy как една велка родина 5 лет чекајем на Украјјцов витача бракия з нами јстеще супер Европа з нами 5 лет в десчу в шнегу 50 тысяч километру преехајем их дочекајем се ясно шншели Utö XV в моните мури нас мури не моля мури мы ми Я вам дякую, встретимся снова за рот. Вszystкого доброго! Я вам дякую, что я вам дядю, что я видел своими глазами. Я хотел бы пригласить нашего друга сюда, Петра Марчика, депутата Словакской думы. Браво! 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 Дякую, что я вам пекто за слово, я вам это очень уважаю. Не сам это сам спослан, это вы, что вы тоже, коллега, еще и другие из спорта. Моя коллега, которые пришли провокировать или подпорить памятку падлых вояков, но это первое, я думаю, что в Славине лежат вояки Советской армады. А тогда она складывала с вояков как русских, так украинских, так белорусских, так азийских, так что все. А в этой войне замерло 26 миллионов Слованов, между ними самозревле Словаций, Чеши, Полиаций, а дальше. Так что, когда вы пришли, а мы пришли с тим умыслом учтить памятку, так мы учтим все, а те, кто здесь может быть с иным умыслом, но на счастье это не проявляете так, как бы хотели. И по традиции, стоя на этой вершине, хочется процитировать слова нашего друга Александра Проханова. Я взошел на вершину, там дул могучий ветер. Ревел и кружился, как жерли трубы. В этом гуле и рокоте, в этой поднебесной трубе звучали вещие, грозовые слова. Враг будет разбит, победа будет за нами. Объявляется минута молчания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова